Здравствуйте! На календаре вторник. 1 мая. Студийные часы UATV показывают 11.00. Все главные новости к этому часу узнаете прямо сейчас в студии Максим Малынов. Трое украинских военных ранены за первые сутки операции Объединенных сил на востоке Украины. Они в госпитале, их жизни вне опасности. Об этом UATV сообщил начальник пресс-центра Объединенных сил Йозеф Фейскович. По его словам, российские оккупанты открывали огонь по украинским позициям 44 раза, ну а ночью 5 раз нарушали условия перемирия. Ситуация стабильная. За ночь было, ведь было сень. Ситуация стабильная. С полуночи до утра было 5 обстрелов в наших позиций со стороны противника. Огонь российско-оккупационные войска вели из стрелкового оружия. А в течение суток боевики использовали минометы 120-го калибра, запрещенные минскими договоренностями. В опасных ситуациях украинские подразделения на обстрелы отвечали из пехотного вооружения. Противотанковые ракетные комплексы «Джевелин» доставлены в Украину. Это укрепит мощный, сдерживающий эффект украинской армии и евроатлантической безопасности, сообщил президент Петр Порошенко. По его словам, Вашингтон не только выполнил совместную договоренность, но и продемонстрировал лидерство и важный пример. Президент рассчитывает на твердость позиций всех партнеров Украины, прежде всего стран Большой Семерки. Цена агрессии в Украине для Кремля должна постоянно расти. В свою очередь, министр обороны Степан Полторак на страничке Facebook заявил, что современное оружие повысит обороноспособность Украины. Положительное решение, которое помогло существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением. Это позволит приступить от теоретической и практической подготовки наших расчетов «Джевелин», которая начнется 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины и создать мощный противотанковый резерв. «Джевелин» — это американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначен для поражения, в частности, бронетехники, вертолетов и беспилотников. О предоставлении оборонительного вооружения Госдепартамент США заявлял в декабре прошлого года, чтобы помочь Украине сдерживать российскую агрессию. Ну а 1 марта Госдеп США распорядился выделить 210 комплексов «Джевелин» и 37 пусковых установок общей стоимостью в 47 миллионов долларов. Российские оккупанты строят взлетно-посадочную полосу на аэродроме Бельбек в аннексированном Крыму. Об этом ЮЭТВ рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Данные были получены с помощью космической съемки. Новая полоса будет в длину около 4000 метров. По словам Грымчака, таким образом оккупационные власти хотят усилить военное присутствие России на территории аннексированного полуострова, поскольку с 2014 года аэродром Бельбек обслуживает исключительно военно-воздушные силы Кремля. Ну а сейчас там расположены два авиационных полка. Несмотря на то, что оккупанты строят мост, они готовят еще одну полосу для принятия самолетов, как военных, так и гражданских. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает нарушать международное право, и на сегодня она не выполнила решение ГАГского суда о требованиях Украины. Незаконно задержанного крымско-татарского бизнесмена Ресуля Велиляева перевезли в московскую тюрьму Лефортова. Об этом ЮЭТВ сообщил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его словам, суд избрал меру пресечения Велиляеву два месяца ареста. Оккупационные власти обвиняют его в хранении и продаже продуктов, не отвечающих требованиям безопасности. Их якобы нашли в магазине задержанного. Экспертиза, кстати, не проводилась. 26 апреля ФСБ аннексированного полуострова провела обыски у крымских татар в Белогорске, после чего Ресуля Велиляевой вывезли из оккупированного Крыма. Митинг в поддержку кандидатуры на пост премьер-министра Никола Пашиняна начался в Ереване. По всему центру города разъезжают машины с флагами Армении и портретами политика, сигналия, призывая людей присоединяться к акции. На площади республики установлены два больших экрана, откуда будет вестись прямая трансляция голосования за нового премьер-министра Армении. Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера. Для избрания ему нужно получить поддержку 53 депутатов из 105. Пашинян возглавлял протестное движение против избрания премьер-министром страны, экс-президента страны Сержа Сарксяна. Менее чем через неделю после назначения Сарксян подал в отставку. 20 человек ранены в результате ДТП в Таиланде. Автобус слетел с шоссе, врезался в дерево у обочины и перевернулся. Об этом сообщают в местной полиции. В нем находились 36 пассажиров. По словам водителя, он просто хотел избежать столкновения с грузовиком, который пытался обогнать автобус. Но в полиции говорят, что следов торможения на шинах не обнаружили. По предварительной версии, причиной аварии стало превышение скорости водителям автобуса. И пополнение в киевском зоопарке. Черные лебеди, капибара и кузимандзи. В семействе этих животных родились малыши. Все они прекрасно себя чувствуют и уже показываются на публике. Все подробно расскажет Инесса Занина. Сестры Таня и Алиса впервые на острове птиц столичного зоопарка. Они в восторге от необычных птенцов. Они такие маленькие, пушистые. А тебе что понравилось? Мне понравилось тоже пушистым. Их лапки понравились? Да. Серые пушистые птенцы – это будущее черной лебедей. Они вылупились несколько месяцев назад. Эти уникальные птицы живут в теплых странах Австралии и Новой Зеландии. В наших широтах черный лебедь – синоним белой вороны. Это обозначало что-то невозможное, нереальное. И в свое время, когда открывали южные страны, там Томас Кук, там и прочие исследователи, то они были потрясены тем, что вдруг увидели действительно черного лебедя, который черным быть по определению не может. Еще одно пополнение в Киевском зоопарке – Кузя и Манзи. Это длинноносые монгусты семейства Кузи-Манзы из Западной Африки. Детенышам исполнилось два месяца. Мама и папа прячут малышей от посторонних глаз. Детенышка Пибара – еще одно экзотическое создание. Это самая большая водяная свинка на планете. От любопытной малышки по кличке Торнадо отказалась мать. Поэтому детеныш живет в отдельном вольере один. Зоологи говорят, Торнадо всегда готова к общению. Конечно, мы ее будем социализировать. К сожалению, с мамой отношения у нас не очень сложились. То есть ребенок оказался, наверное, сложным для воспитания. Поэтому мы сейчас отселили и будем формировать группу из молодых особей. Шуструю Торнадо вместе с новыми друзьями поселят в просторный вольер с водоемом. Ведь Капибара – водоплавающее животное. Инесса Занина, Максим Градобык, UA-TV. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Больше новостей, как всегда, вы можете найти на нашем сайте uatv.ua. Если у вас сегодня тоже выходной, как и в Украине, желаю вам хорошего отдыха. Проведите этот день на природе. Отличная погода. До встречи через два часа. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok